Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе и это Red Dead Redemption Релиз, который на ПК состоялся буквально недавно Спустя 14 мать их лет После выхода игры в 2010 году на консоли Старого поколения, естественно Решили ее сделать наконец на ПК Кстати, анимация прыжка очень похожа на ту, что была в GTA 4 Значит, в принципе, все, что в игре есть Меня, в принципе, восхищает Графика хорошая Игра идет плавно, даже при записи Системными требованиями минимальными Нас больше пугали, чем есть на самом деле И мы направляемся Давайте помогать Бонни пока дальше будем Уже потом перейдем к этому маршалу К какому-то там Маршал Джонсон Или кто он там Собственно говоря, друзья, кто не знает Джона Марстона дергают Куда ты прыгаешь, блин? Джона Марстона дергают за ниточки агента ФБР Которых изглавляет агент Эдгар Росс Уже знакомый нам по второй части Где он был агентом Пингердона тогда И нас, короче, заставляют Отыскать и убить Билла Вильямсона Собственно говоря, мы туда направились Но Нас Один из его бандитов нас там пристрелил И мы оказались тут Нас спасла вот эта вот Бонни И мы сейчас ей Должны отработать За жизнь Собственно говоря, давайте продолжим это дело Это Армадилла, господи ты Так, вот и повозка В Redemption 2 мы тоже повозки Повозкой управляли Чё собаки за мной бегают? Или это не за мной? Фик узнает, короче Ой, тут на повозке у лошади тоже снижается выносливость Ну и впрочем, повозка там не так быстро ехала Ну и впрочем, повозка там не так быстро ехала Чем в мою сторону-то пошел, блин? А, пустынная местность Да Повозка А, пустынная местность Да, выбора Действительно не было Потому что Агенты ФБР пригрозили Джону Что если он Откажется выполнять их требования Его ожидает смертная казнь А его семья останется под арестом Да, ну Три года, не больше Ну, кстати В эпилогике Джон Марстон вместе с Сэдди Адлер Занимался охотой за головами За преступниками тоже, кстати И шерифу их отдавали Собственно, Сэдди Адлер В этой игре тоже не появляется Она тоже покинула штат В конце игры Что это С копытами У лошадей Они дрожали сейчас Оу Ну, обязательно 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 Да Здравствуйте Доктор Какое лекарство Так, бесплатно Спасибо Боевая лошадь Лекарства Ну, спасибо за мою еду Это было бы здорово Было бы здорово Было бы здорово В целом И, ну, маленькая компания Никто не болит Теперь и снова Ты больше чем приятно, мисс Лето я могу Спасибо за медицину Почему ты взялся Возвращайся на армадилло Ты можешь всегда Возвращаться на стаджи Возвращаться на рамках в мае в сайте опера а кстати вот этого вот эти улицы от этого городка я что то не припомню в предыдущем 2 я так понимаю вот там нет потому что есть тем 1 часть которую даты дэншин 2 нету вот давайте посмотрим я тут не вот этот по вот эта часть пом должна быть в результате дэншин 2 может я тут не гулял или плохо помню чуть не знаю так дирижанс он тут меточка на карте давайте проверим ехать пассажиром и метку поставить должен лечить ну он поедет нет алё стой твою мать а средств на билет не хватает а где мне его взять а где мне билет взять написано же у меня не хватает средств где где мне взять это где мне средства взять на это тут вообще есть какие нет на карте нет деньги 0 долларов у меня нету денег я все просрал как я надоеду на дирижансы а кстати о мар маршал уже здесь прям давайте тогда ими займемся ему и зайдем тогда политические реалии какие-то там я не успеваю прочитать и и и и и и и и Поехали! Тихо, ты! Что ты хочешь? Меня зовут Джон Марстон. Ты хотела поговорить с меня. Я? Возможно, так. Почему? Я думаю, потому что мы в области правительства. Недружелюбно выглядит, я сразу подумал. Я купил меня один из этих идиотов, которые дают Маршалу плохой имя. О, нет. Снимай его. Вот это, наверное, Маршал. Вот этот. Да, сэр. Слушайте, этот джон не слишком яркий. Ты хочешь выйти? Да, сэр, мистер Джонсон, сэр. Да, да, точно, я так и подумал. И ты. О, я не видел много лет вокруг тебя. Это у тебя мерзкая рожа, дебил ты сраный. Я думаю, что у меня есть какие-то школы детей, где ты можешь идти и бояться. Да, вот иди. Да пошел, пошел нафиг отсюда, господи. Заколебал меня уже. Да. 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 Я не рад, но я тоже не суровен. Эх, и это мой взгляд с глухой. Седина какая-то странная у него, желтоватая в некоторых местах. Вот он не мыл свою башку давным-давно, и бороду с усами тоже. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. А, пешком надо туда. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Так что ты делаешь, а? Ай! Устранил уже. Больно, больно стреляются, блин. Я знал, быстро, делай с этими новыми артненами. Ноги, лучше взять револьвер. А ну не с места, а не двигайся. Да, мне даже понравилась стрельба. Замечательная такая разговорочка, типичная. Не хотел быть полицейским. Да. Ну что, лошадка поблизости? Вида от первого лица, к сожалению, нет. Что это? Обыскать тело, ну-ка. А у него есть что полезное? Господи, напугали меня волки, блин. Так, короче, лошадка. Иди ко мне, лошадка. Поехали. Куда поедем? Ладно, продолжим работать с маршалом пока. К Бонни вернемся потом. Потому что он поближе. Вообще, кстати говоря, знаете, чем еще хорошо, что эта игра есть на ПК? Тем, что наверняка энтузиасты, мододелы всякие. Что там происходит? Тормози, лошадь. Да, спасти не удалось, к сожалению. Но мы какую-то карту сокровищ добыли. Ваши поступки хорошие и плохие скажутся на ваших словах. Дело и повлияет на отношение к вам со стороны жителей представителей закона. Ну, главное, чтобы они без причины не... В розыске я не объявляю. Да, да, вдалеке здание эти выглядели вообще как-то не так красиво. Хе-хе-хе, обделался, что ли, испугался. Меня незнакомцы не интересуют, если они только не обязательно. О, какие штуки были в те годы, а? Ну, электричество, кстати, в те годы уже точно было. В 19 веке электричество по-моему появилось. Многие люди из Даде Каутина должны быть экзотики. Сейчас люди могут приехать из Медвеста. И они могут сделать это в шесть дней. Все изменилось. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Здравствуйте. Я не понимаю это больше, парень. Хе-хе-хе-хе-хе. Не уверен, что я так. Маршал! Маршал! Маршал. Я просто был в Канон, спи, как ты сказал. Я думаю, что я видел несколько этих шестеров. Я думаю, что это были Боллор-твины и несколько Мексикан. Они сейчас в этом? Ну, это было группа четыре мужчины по-моему, что они не выглядят как-то из Гульча. Так что... Да, сэр. Сейчас... Это сарказм, самый неизвестный, Эли. Это будет держать тебя в жизни. Даже лучше, чем твои лезвые глаза. Хорошо, поехали. Поехали с этим снова, Маршал? Помогите мне? Я попробую. И это будет мой приятно. Он просто парень. А тот, который за решеткой сидит, он будто кайфует. Там ему хорошо, там я смотрю. А, с этим дебилом будем работать, что ли? Ну, у меня есть телеграмма от федеральных клонок в Блоквоте, который говорит, что иначе. Остань с нами, Марстон! Ты никогда не знаешь, Боллор-твины могли бы построить взаимодействие. Я с тобой, Марстон, я не для всех этих государственных интерференций. Верите мне, Маршал. Я иду. Я пытаюсь, чтобы держать федеральных девушек счастливыми. Я имею, мы нужны все помощи, которые мы можем получить. Да, но что делает флэнл-майс-сити-бой? Он никогда не обрабатывал в своей жизни о том, как в Новом Остане? Нет, я не думаю. Все эти манифестные дебилы Хогвач пришли в зеленую землю, привезли модернизацию и улучшения в землю. Он только сделает хуже, хуже и хуже, хуже. Да, управлять лошадью тут не так комфортно. Это точно. Скала висела как. Это все они сделали для народов, за кто-то знает сколько лет. Немного не будет, они начнут вновь начать респектуруют право работать на землю. Это разное. Они и самоги. Это не так разное, Джона. Ты уверен, где были болтеры, Эли? Они точно так делают. Я не знаю этих ребят в месте. Это же мастер-классники которые были в Мфарленде так много проблем? Не так сейчас. Очки, мастер-классники. Так, господи, ты боже мой, а? Кенингон стэф. Ну, доставай винтовку, чё ты стоишь-то? У него голос как умственно отстал, а какого-то реально. Охм! Эх, чего мы ждём? Вот тут friendly fire, friendly fire нету, это хорошо, то есть мы не можем стрелять по своим. Хорошо, не перепутаю так никого. Короче, можно, не договорил, кстати, пока ехал, энтузиасты, мододела могут реально модов понаделать на первый Red Dead Redemption, там трейнеры, Артура Моргана скин наверняка сделают. Да тут возможность за любого персонажа поиграть, ну и так далее. Что-то они вообще не попадают по мне. У вас уже у всех пули, у одного в заднице, у другого в спине, блин. Это что-то случилось, партнер! Марстин получил один! Для любого бога! Вы его хороши! Вы киндите? Вы киндите, партнер! Да, вот если бы я на эмуляторе бы играл, как бы я там их, как бы я бы их там отстреливал сейчас. Это было бы очень неудобно. Да, я щелкаю, как орехи, потому что тут удобная стрельба. И мой, и винтовка мощный убивает. Если я в фонарь попаду. О, о, работает. О, он загорелся, лишился. Классно. Ну и где последний, давай. Отведал силушки скорострельные. Блин, классно. А, я помню это место, кстати. В Red Dead Redemption 2 в эпилоге. Вместе с Сэдди Адлер. За одной... За одной бандой преступников тут сгонялись. В эпилоге. Ай, вольно. Ты же ты прячешься, не туда. Боеприпасы. Что я за здоровье смотрю, оно вообще как будто не кончается. Само что-либо восстанавливается или что? Блин, что у него с голосом, а? Реально не очень, как будто не очень здоровый. Умственно стало немного. Напоминает немножко Уэйда из GTA 5. Он там, он там, кстати, реально умственно стал. Я, конечно, и я это был, конечно. Он там, он там, он там, он там, он там. Он там, он там, он там, он там, он там. Не боюсь я, что меня пристрелят. Я сам всех перестреливаю спокойно. Уууу, да. Он еще ходит. Да, не кончится уже, наконец, а? Заряжай быстрее. Заряжай быстрее. Заряжай быстрее. Я не знаю, что это. может быть и так кайфует стрельбы потому что это пока одно из более первых ранних задания дальше посложнее быть намного скорее всего так и будет но и при этом наверняка пушки есть еще более мощный чем это хочу отбить в этом году с кемпе это не всех умер в армасте марстон яс полка на да уж очень отлично оппозиции я считаю скафизы скаф с целя ворота и маршин мистер чонсон сир Это Мистер Вест Диккенс. Он не потерялся. Кто? Мистер Вест Диккенс, мерчант тоник. Он занимался в городе прошлой неделе. Ох! Наркотик и бак-пист salesman. Буканн с хозяйствами от своих денег с промышленностью. Да, он, но я думаю, что ты выглядишь немного неправильно. Он помогал много многих городов, и многих городов города действительно потерял его. Вы слышите это, Марстин? Мы просто подчеркнули гангу тевевцев, и город находится в руках о нем заблуждении мерчанта. Я очень рад, что служить таким умным и уважаемым людям. Давай, Эли! И что сядет стадо коров тут? Хорошо. О, бабки появились наконец-то хорошие. Так, надо какое-нибудь еще задание выполнить, да закончить на сегодня. Лошадка поблизости? А, вот же она, господи. О, Бонни поближе, так что давайте к ней пойдем. По хозяйству поможем еще разочек, да закончим серию на этом. Я думаю, что серии по Red Dead Redemption я буду выпускать раз в неделю. Ну, или может быть чаще, если будут дни, в которые не будут выходить видео. А эту игру я реально интенсивно буду снимать. Потому что, ну, мне эта игра реально нравится. А мне вот, вот все, что я пока видел, мне все нравится. Играть в те игры, которые мне меньше нравятся, не так сильно. В них играть тут не... Конечно, другие видео я тоже буду выпускать обязательно. Ну, от Red Dead Redemption я буду интенсивно прям проходить. И... Вот Super Mario Bros. Wonder я прохожу уже почти год. И там раз в несколько месяцев выходят серии. Вот мне эта игра не сильно, честно говоря, заходит. Хотя у нее отзывы очень даже положительные. Одна из самых популярных игр на Switch'е прошлого года. Но мне она не так сильно что-то заходит. Не такой сильный кайф вызывает. Тушиная голова, ты как... Ты как разговариваешь со мной, а? Или это не ко мне? Возвращайтесь с пяти утра и до шести. До шести часов вечера, видимо. Ладно, давайте. Что означает этот знак вообще? Работа ночной... Блин, как... Как интересно! Спасибо! Тормози. Давайте сохраним игру. Да проспим немного. Так, ну сейчас-то, я надеюсь, есть пять утра. Зачем вообще я на лошади сюда иду? Тут же... Рядом... Добежать. Женщины и скот. Мистер Марстон, я слышал о твоих планы. Да, у меня очень большие планы. С Маршалом постараться Вильямсону найти. У меня уже есть жизнь. Ну... У меня есть, и я пытаюсь восстановить ее. Или... Может быть, что ты можешь сказать, что у меня есть две, и я пытаюсь снять одну из них, чтобы друг друга survive. Ты очень любишь говорить в риддлях, мистер Марстон. А ты это делаешь? Я думаю, что это вмешательство для того, чтобы сказать что-то интересное? Наверное, мисс Микфарлин. О, наконец-то больше решил не прятать язык. Мы убили людей, которые мы не любили. Билл Вильямсон был в этой группе. А теперь, если я не убежал моего предыдущего брендая, то огромное хорошее преодоление в моей семье. Я не думаю, что это очень интересно для тебя, но... Я надеюсь, что это объясняет, почему я не так уверен, чтобы говорить об этом. Нет, я понимаю. Я не знала. Ты плохой человек. Даже в этом новом стране, памятники не притягиваются. Мой папа был искусственным скотом, родителем в Нью-Йорке. Он никогда не увидел его дом, но... Вы слышали его говорить об этом? Вы представляете, что он только что-то любил хаггис и упал. И он ненавидит английский, для того, что они сделали для своих велосипедов, которые он никогда не встретил. Люди не забываются. Немного не получат. Это правда. Особенно когда это касается денег. И ты знаешь, даже сейчас, после всех его трудностей, моего папа все равно плохие. Я беспокоился каждый день о нас потерять на дерево. Это его убил. Да что же у нее так плохо с семьей это все? Да, Артур Морган то же самое говорил. Дач Вандерлинда был для них практически отцом. Да. 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 Дергают его, за ниточки жесть. Агент Росс, он очевидно, коррумпированный человек. В отличие от своего бывшего начальника. Агент Милтон в Red Dead Redemption 2 он гораздо честнее был. Был, конечно, садистом каким-то по отношению к банде, но он в рамках закона, но он хотя бы законы все соблюдал. А здесь коррумпированностью полной прям попахивает. И все равно, потому что использовать одного бандита, чтобы разбираться с другими. Блин, он Фрэнка Тэнпенни из GTA San Andreas очень напоминается. Там то же самое он делал. Да, сыну 16, по-моему, уже на момент действия Red Dead Redemption 1. А ну вперед, скотинка наша. блин ненавижу такое правление лошаде придется на control нажимать иногда что притормаживать да собралась а ну туда давай туда вперед вперед давай давай скотинка идеи вперед блин зад коровы прям идешь автома автоматически так управление лошадью привык привыкнуть целое целое пастбище тихо 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 а вы куда собрались а ну быстро туда не под меня давайте не отвлекаетесь все вместе идите туда а ты корова куда идешь не за человеком затем иди давай вместе со всем стадом давай идеи блин человек иди нафиг сюда мешает давайте живого еще один человек там идет комплимент хороший да господи как же вас тут много уровень чести выше среднего это замечательно вы можете сохранять игру в дикой местности а с помощью лагеря да ну что ж давайте на этом закончим пожалуй я буду интенсивно продолжать проходить эту замечательную игру спасибо за просмотр с вас лайкос подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой влоговый канал ступади рубу вконтакте надзем на всех случаев подписывайтесь и всем пока